Руслан человек с особенностями. Несмотря на диагноз ДЦП, он ведет полноценную жизнь. Любимая жена, работа психиатра и несколько хобби. Одно из них, кстати, юмор. Я свои недостатки воспринимаю как достоинства и подаю их так, чтобы люди поняли, что нет в этом ничего страшного. Вместе с этими парнями Руслан пытается продвигать современный комедийный жанр – стендап. Некоторые мои пациенты, глядя на меня, не всегда могут понять, то ли их еще не отпустило, то ли со мной что-то не так. Стендап как жанр зародился больше 200 лет назад, но полностью сформировался только в 20 веке. В США в 80-х годах вообще произошел своеобразный бум, когда по всей стране строились специальные клубы. В России, по большому счету, все только начинается. В юмористическом жанре стендап артист всегда один на сцене. Его выступление может состоять из монолога, коротких шуток и даже импровизации залом. Главное – вызвать смех у зрителя. Тюменские комики собираются вместе, чтобы обсудить и дополнить шутки друг друга. После мозгового штурма каждый выходит на сцену и пытается рассмешить коллег. У меня в классе учился мальчик, и у мальчика были очень длинные передние зубы, просто до неприличия длинные передние зубы, а между ними расстояние 7 мм. Просто я откуда знаю, я мерил. И знаете, как его звали? Его звали Гвоздонер. Идейный вдохновитель сообщества Максим Гаротто увлекся стендапом несколько лет назад. С монологами он уже побывал на многих фестивалях, где получил позитивные отклики. Я очень долгое время наблюдал за американскими комиками, за английскими, смотрел их выступления без перевода, сидел со словарем, чтобы понять, как один человек, всего один человек стоя на сцене при 10-тысячной аудитории, где 10 тысяч человек сидит в зале, он может шутить так, что они все его поддерживают, все смеются и заражаются. Когда у меня родился сын, это было просто невероятно, да? И когда я приехал в роддом забирать, в тот день выдавалось 14 девочек и всего 2 парня. И знаете, как выглядели мужики, которые забирали дочерей? У вас дочка, да, дочка, да, да. Да, у меня вот тоже, да. У вас, у вас, да. А те, кто забирал пацанов... В планах тюменских комиков еженедельные концерты в разных заведениях города. Пока они сочиняют шутки, подмечают забавные ситуации, подсказывают друг другу. Но уже совсем скоро пойдут в массы, чтобы смешить людей. Никита Филиппов, Дмитрий Бурматов. Тюменское время. Субтитры делал DimaTorzok